Добрый день, уважаемые слушатели! Предлагается вашему вниманию лабораторная работа номер 4 по дисциплине электротехника для бакалавриата. Я Драганова Маргарита Анатольевна, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры энергетической системы. Предлагаю вашему вниманию лабораторную работу номер 4 по курсу электротехника. Лабораторная работа номер 4 для бакалавриата называется «Опытная проверка принципа наложения». Цель работы – проверить на практике метод принципа наложения. Общие сведения. Принцип наложения формулируется следующим образом. Ток в любой ветви равен алгебраической сумме токов, вызываемой каждой из ЭДС схемы в отдельности. Этот принцип справедлив для всех линейных электрических цепей и положен в основу метода расчета, получившего название метода наложения. При расчете цепей данным методом поступает следующим образом. Расчетки выходят от действий каждой из ЭДС, мысленно удаляя остальные ЭДС схемы, но их оставляя в схеме при их наличии внутреннее сопротивление источника. «Находят токи в ветвях путем алгебраического сложения частичных токов». В качестве примера рассмотрим данные три схемы. Значит, на первой схеме мы видим два источника ЭДС и три сопротивления. Мысленно мы в третий источник, Е1 и Е3, значит, источник ЭДС и Е3 мысленно убираем и рассчитываем сначала напряжение, вернее, силу тока без этого, с одним ЭДС и Е1. Третья схема означает, что мы Е1 мысленно удаляем и рассчитываем схему и силу тока при наличии ЭДС-3, Е3. Потом мы эти суммы складываем между собой, вот таким образом у нас получается метод наложения. Значит, чтобы найти токи для ЭДС-1, они у нас находятся следующим образом, по закону Ома. И равно ЭДС-1 делить на 1 риостат у нас последовательно, 2-3 риостат параллельно. Поэтому мы следующую формуле их находим. И один штрих равно Е1 делить на R2, R3 делить на R2 плюс R3. И к этому всему прибавляем R1. Также силу тока на второй ветве. То же самое все. Значит, И'2 равняется И'1 плюс R3 делить на R2 плюс R3. И также для третьей ветви R3 равно И'1 умножить на R2 делить на R2 плюс R3. И то же самое убираем мысленный ЭДС-1, оставляем только ЭДС-3. И таким же образом рассчитываем силу тока в трех ветвях. Значит, И'2 делить на R2 и плюс ко всему этому прибавить R3, так как R3 последовательно соединена. также И'2 штриха 2 равно И'2 штриха 3 умножить на R1 делить на R1 плюс R2. И таким же образом в третьей ветви, то есть в третьей ветви мы ищем И'1 2 штриха равняется и сила тока в третьей ветви 2 штриха умножить на R2 делить на R1 плюс R2. Следовательно, по методу умножения полные токи будут равны И'1 равняется И'1 штрих плюс И'1 2 штриха плюс, потому что они идут в одном направлении. И'2 равняется И'2 штрих минус И'2 2 штриха, потому что эти токи идут навстречу друг к дружку. И так же И'3 ток на третьей ветви равен И'3 штрих прибавить И'3 2 штриха. Мы теперь приступаем к работе на Electronic Workbench. Содержание работы. Собрать схему в рабочем окне программы. Второе. Измерить величину токов и напряжения. Можно прямым способом. То есть мы подключаем вольтметр, ахперметр и так далее. Третье. Определить значение токов и напряжения расчетным путем. То есть при известном ЭДС и известном сопротивлении можем определить значение токов и напряжения. Сравнить рассчитанные и измеренные величины. Они в принципе должны совпадать. На основании сравнений написать вывод. Указания к выполнению работы. Данная лабораторная работа предполагает практическое изучение метода принципа наложения. В ходе работы необходимо собрать схему, представленную на рисунке 4.2 на следующем слайде. Значение источников напряжений рекомендуется брать от 100 до 500 вольт резисторов от 100 до 1 кОм. По рисунку 4.2 при помощи измерительных приборов измерить величины токов и напряжения. Для этого необходимо замерить токи, когда оба ключа К1 и К2 находятся в замкнутом положении. Второй момент. Когда ключ 1 замкнут, а ключ 2 разомкнут. И третий момент. Когда ключ 2 замкнут, а ключ 1 разомкнут. Вот данная схема предоставлена на рисунке 4.2. Два ключа, два ЭДСа и три амперметра, три реостата. Два ключа, направление тока, в любом случае при включенном первом ЭДС и при включенном втором ЭДС. Такую схему надо собрать. Ход работы в Electronic Workbench. Теперь мы будем пользоваться еще одной пиктограммой, которая находится в ряде пиктограмм Basic. Называется переключатель или ключ. Он выглядит в следующем образом. Нажав на него левой клавишей мыши, перетаскиваем его на рабочее поле Electronic Workbench. Следующий шаг. Перетаскиваем на рабочее поле еще один такой же ключ. Двойным нажатием левой кнопки мыши заходим в настройку ключа и меняем клавишу срабатывания. По умолчанию ключ срабатывает на клавишу Space. Пробел. Но мы должны поменять его на букву А. Вот на данном слайде видно, что мы первый ключ, вот он у нас красным отмечен, мы ему ставим значение K-A в закладке Value. Клей K-A. То есть при нажатии кнопки А он будет включаться и выключаться. Эту процедуру повторяем и для второго ключа и меняем его клавишу срабатывания на кнопочку B. Таким же образом на него наводим, правую кнопочку нажимаем, выходит меню и ставим ему, где K в volume, ставим ему B. Теперь при нажатии клавиши А срабатывает левый ключ, при нажатии клавиши B правый ключ. Виртуальная модель электрической схемы будет иметь следующий вид. Выбираем из ряда пиктограмм нужные нам элементы, соединяем между собой и выставляем их номиналы. Это мы делали в лабораторной работе номер 1 и 2, и вы должны уже как бы знать, как это делается. И вот такая виртуальная модель электрической схемы будет иметь следующий вид. Каким образом мы должны вносить изменения наши? Сначала мы рассчитываем схему при включенном первом ключе, а второй ключ как бы отключим, как бы его нет. Все измерили прямым, косвенным путем, измерили, записали. Потом первый ключ мы отключаем, включаем второй ключ. Таким же образом мы все измеряем, все наши силы тока на всех трех амперметрах. Потом значение этих сил тока, двух, мы должны сложить и получим ток в ветвях. Это называется метод наложения. Таким образом мы используем метод наложения для исследования электрической цепи с двумя ЭДСами одновременно. Вам необходимо отметить на контрольные вопросы. Ну, естественно, первый вопрос. Сформулируйте метод наложения, принципы наложения. Поясните преимущества принципа наложения и недостатки перед другими методами. И третий вопрос. В каких схемах используется принцип наложения? На этом лабораторная работа номер 4 закончилась. Как обычно, вы должны прислать мне отчет на ИС-Универ, на мою фамилию. Отчет должен состоять из скринов ваших испытаний. Один скрин с одним включенным ключом, другой скрин со вторым включенным ключом, и третий скрин с обеими включенными ключами. Написать, какие у вас результаты получились при... Сравнить результаты при включенном и выключенных ключах. И ответить на контрольные вопросы. На этом четвертая лабораторная работа закончена. Спасибо за внимание. Жду ваших отчетов. Всего доброго. Продолжение следует...